Девушки отдыхают Судей и надзирателей По коленам Твоим Чтоб они судили народ Судом праведным Не извращай закона Не смотри на лица И не бери даров Ибо дары ослепляют глаза мудрых И превращают дело правых Интересное место в завершении Что дары Даже если человек мудр И он Все знают, что это человек Честный, праведный И если Он, скажем так Взял дар Какой-то от кого-то То он будет склонен Больше к тому человеку Который дал ему этот дар В современном мире Называется взятка Да И Бог предостерегает от этого То есть Еще раз Сразу же после этого Говорится В 20 стихе Правды Правды ищи Чтобы ты был жив И овладел землею Которую Господь Бог Твой дает тебе Настойчиво Что судья Должен праведным Честным Непорочным И Выбирался судья Который У которого были Эти качества И Бог Конечно же Он наблюдает За этим Если Судья ведет Себе нечестно То Это большое зло В глазах Бога В глазах Общества Если судья Оправдывает Нечестивца Оправдывает Человека Совершившего Преступления То это Конечно же Естественно При этом Страдает Человек Которого Огорчили Которого Обидели Против Которого Совершили Преступление И Из Того Отрывка Что я только что Читал В начале Не оставляющий Без наказания То есть Это значит Очищающий Кающихся То есть Если человек Кается То То Бог Бог очищает В Писании Есть такое Понятие Как золото Очищает Как золото В огне И Один Из апостолов Говорит Огненного Приключения Не чуждайтесь Помните Такое место Да Огненное Очищение Это конечно же Некомфортно Да Некомфортно Но Человек Пройдя эти испытания Испытания Своей веры Он закаляется Он Становится Сильнее В вере У каждого Своё испытание Бог Сверхмеры Не даёт Мы это знаем И Бог Бог Создал Уникальную Судебную Систему Для Защиты От беззакония Он создал Замечательный Закон Очень много Говорится О законе В 118 Псалме Псалмопевец Просто Он Трепещет Перед Законом Божьим Перед Его Второй И Мы понимаем Что В этом Современном Мире Да как Впрочем И всегда Быть Бедным Человеком Опасно Лучше Быть Богатым Да Например Богатый Человек Он Может Нанять Очень Хороших Адвокатов Себе В современном Мире Это мы знаем Да И Бывает Так Что Даже Если Человек Виноват То Эти Адвокаты Его Оправдывают А Бедный Человек У него Конечно Все проще И Не дай Бог Попасть В эту Систему Которая Если Она Будет Нечестной Если Она Будет Нечестной И Мы Такие Случаи Знаем Конечно И Здесь Говорится Также Далее О том Чтобы Не Садили Деревьев Деревьев Которые Которым Которым Идолопоклонники Поклонялись И Интересный Прообраз Такой Что Помните Когда Ишуа Исцелил Слепого Это Было В два Этапа И Когда Уже Этот Слепой Он Начал Исцеляться И Ешуа У него Спросил Ты Что То Видишь Он Говорит Вижу Людей Как Деревья Вот И Вообще Часто В Священном Писании Человек Сравнивается С Деревом Будешь Как Дерево Посаженное У потока Вот Такой Хороший Красивый Такой Красивый Прообраз И Здесь Как Намек Что Не Сади Деревьев Которые Которым Поклонялись Как Как Идолом Это Вот Намек На То Чтобы Не Ставить Судью Если Он Не Достоин Этого Чтобы Не Ставить Такого Судью Судьей И Интересно Что Это Место Писания Оно Имеет Еще Второй Смысл Это Значит Судей И Назирателей Во всех Жилищах Твоих Которые Господь Бог Дает Тебе И Человека Также Можно Сравнить С Маленьким Городом Кто-то Говорит Человек Внутренний Мир Человека Это Как Вселенная Можно Сравнить С Маленьким Городом И У нас Есть Органы Чувств Да И Есть Тоже Такое Понимание Что Чтобы Мы Бодрствовали Чтобы Мы Ограждали Себя От Того Что Богу Неугодно И Я Очень Часто Все чаще Сталкиваюсь С тем Что Вот Буквально Год В течение Года Очень Много Ересей Появилось Новых Ересей И Я Слышу От Людей Которые Верующие Которые Ходят В общину И Бывает Такое Говорят И Когда я Выясняю Откуда Эта информация Она То есть Это Явно Против Писания И Сразу У меня Четкое Понимание Что Этот Человек Который Был Обольщен Находится В обольщении Он Уже Давно Не Считал Писание Он Слушает Каких-то Людей Которые Говорят Ереси И Священное Писание Говорит Чтобы Мы Бодрствовали Чтобы Мы Наблюдали За Собою Потому что Потому что Противник наш Он Как Рыкающий Лев Ищет Кого Поглотить Противник наш Он Хочет Даже Избранных Совратить И Иоанн Креститель В свое Время Он Говорил Что Говорил Такие Слова Покайтесь Ибо Приблизилось Царство Небесное И Очень Сильные Очень Сильные Слова И Есть Даже Сейчас Такое Учение Что Все Вы Покаялись И Больше Каяться Не Нужно Я Слышал Такое Мнение Что Не Один Раз Что Я Уже Праведный Я Не Грешу Это Человек Верующий Говорит Может Кто-то Из Вас Так Думает Священное Писание Говорит Что Тот Кто Говорит Что Не Имеет Греха Обманывает Кого Самого Себя Ну Я Никого Не Обманываю Только Самого Себя Но Что В сердце Человека Из Сердца Все Исходит Каковы Мысли Человека Таков И он И Апостол Так же Предупреждает Кто Очень Твердо Уверенно Стоит Берегись Чтобы Не Упасть Да Бодрствуйте И молитесь Чтобы Не Впасть В Искушение Нужно Бодрствовать Всегда Проверять Информацию Откуда Эта Информация Это Важно Это Важно И Распространять Истину Чаще Читать Библию Чаще Читать Священное Писание И тогда Нас Не Обманут Сто Процентов И В завершении Я Хочу Напомнить Слова Из Книги Откровения Вы Помните В Лаодикийской Церкви Было Такое Послание Очень Известное И Здесь Говорится Человек И Который Говорит Я Богат Разбогател И Ни Чем Не И Не И И Нужды То есть Это Самонадеянность Я Уже Не Грешу Я Уже Все Уже Все Со Мною Хорошо И Никаких Искушений Нет Я По себе Знаю Что У меня У меня Есть Хорошие Нехорошие Наклонности Одни Нужно Развивать Другие Нужно Умерчвлять То есть У нас У каждого То есть У нас есть Плоти Мы живем В несовершенном мире К сожалению И Бог Вот Друг И И Пусть Пояс Истины Он Всегда Будет С Нами Господи Как Все Оружие Твое Аминь Аминь